В регионе продолжается вакцинация населения от вирусного заболевания гриппа. Прививки могут сделать все желающие в поликлиниках окружной больницы по месту жительства. Детей, посещающих образовательные учреждения, прививают организованно по месту учебы. Привиться также можно и по месту работы. Для этого необходимо составить список сотрудников и направить в медучреждение, обговорив заранее удобное время для вакцинации. В том, что это работает, убедилась и Ненецкая телерадиовещательная компания. В понедельник здесь, непосредственно в стенах учреждения, прошла вакцинация 25% коллектива. Анастасия Саботович, ведущая радио Север-ФМ, убеждена, вакцинация – добровольное желание каждого человека. Девушка относится к процедуре серьезно. Как признается Анастасия, вакцинация – надежная профилактика для ее здоровья. В прошлом году я очень тяжело переболела. По диагнозу это было ОРВИ. Но это была очень тяжелая болезнь. Я две недели просто не помню, как они прошли. Поэтому в этом году я решила, что я сделаю прививку, и хуже мне точно от этого не будет. Это просто такая подстраховка лично для себя, чтобы повторно такой болезни у меня не было. Сергей Овчинников долгое время работает водителем. Каждый день мужчина контактирует с сотнями людей. Именно поэтому, чтобы обезопасить свое здоровье, Сергей вакцинируется каждый раз. Каждый год вакцинируюсь. Независимо от того, какие это сложные обстановки или что. Всегда. В принципе, это дело каждого, я думаю. Для удобства вакцинируемых процедура может проводиться в самой организации. Для этого необходимо определить список лиц, согласных на введение препарата. Так как вакцина выращена на основе куриного белка, перед процедурой медсестра выясняет, есть ли аллергические реакции у человека, а также измеряет температуру. В случае плохого самочувствия лучше отложить вакцинацию на две недели. Прививки даже можно и рекомендуется делать лицам с хроническими заболеваниями. Лицам старше 60 пенсионного возраста не рекомендуется лицам, у кого непереносимость данной вакцины, у кого может быть какие-то аллергические реакции. Вакцинация производится после осмотра врача-терапевта или фельдшера в прививочном кабинете. При этом предварительно записываться на прием не нужно. Посещение кабинета в порядке живой очереди с собой обязательно нужно иметь паспорт. С 1 октября время работы изменилось. Теперь оно следующее. Педевочный кабинет во взрослой поликлинике Неницкой оружной больницы в понедельник-вторник с 13 до 18.00, в среду с 10 до 16.00, в четверг с 14 до 19.00, в пятницу с 8 до 14.00, в детской поликлинике по предварительной записи через участкового педиатра, в поликлинике поселка Искатели с понедельника по пятницу с 8 до 19.00, в четверг детский день.